Комиссаренко Ирине Арсеньевне, которая изложит нам принципы лечения хронической сердечной недостаточности устава пациентов старших возрастных двух. Пожалуйста, Ирина Арсеньевна. Добрый день, уважаемый Юрий Владимирович, уважаемые коллеги. Начну с определения. Хроническая сердечная недостаточность – это синдром, развивающийся в результате нарушения способности сердца к наполнению или опорожнению, протекает в условиях нарушения баланса вазоконстрикторных и вазодилитирующих нервно-гормональных систем, сопровождается неадекватной перфузией органов и тканей организма и проявляется комплексом симптомов – одышка, слабость, сердцебиение, повышенную утомляемость и задержка жидкости в организме. Данное определение дано в рекомендации к 2018 году и фактически отражает патогенез и клиническую картину заболеваний. Чем отличается хроническая сердечная недостаточность в пожилом возрасте? Встречаются у большего количества пациентов фракция выброса, как правило, нормальная, большое количество сопутствующих заболеваний, незначительное количество рандомизированных клинических исследований и, к сожалению, отсутствует или недостаточно доказательств для определения той или иной клинической картины и лечения. Причины развития сердечной недостаточности в основном – это артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца. У половины больных встречается их комбинация. Кроме этого, обструктивная болезнь легких, сахарный диабет и перенесенное нарушение мозгового кровообращения. Классификации, которые пользуются доктора, существует три. Это классификация Василенко и Строжеско по стадиям, хорошо известная, принятая в 1936 году, классификация по функциональным классам и не так давно предложена классификация с учетом фракции выброса. Это пациенты с низкой фракцией выброса, менее 40, с промежуточной от 40 до 49, и сохраненной фракцией выброса, 50 и более. И как в самом начале я говорила, что это, как правило, пациенты пожилого и старческого возраста. Если говорить о том, какие же сопутствующие заболевания сопровождают сердечную недостаточность сохраненным фракциям выброса, это наряду с артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца, сахарный диабет, анемия, ожирение, хроническая болезнь почек, сахарный диабет и поражение миокарда и перикарда. Лечение сердечной недостаточности. Основные цели – это устранение симптомов, предотвращение или уменьшение госпитализации и улучшение выживаемости наших пациентов. Ранее были опубликованы рекомендации, которые включали в себя три большие группы лекарственных препаратов. Это… Так, у меня это пропало. Три большие группы препаратов. Если можно мне помочь, у меня нет на экране презентации. Или она вверх ногами. Вот. Значит, основные группы лекарственных препаратов – это первое – эффект на клинику доказан, сомнений не вызывает. Вторая группа – дополнительная. Это эффективность и безопасность исследованные требуют уточнения. И третье – вспомогательное. Назначение этих препаратов диктуется определенной клинической лекарственной. Так. Сейчас, когда опубликованы лекарственные препараты с учетом фракции выброса в последних рекомендациях, то здесь мы видим на первом месте ингибиторы ангиотензин, превращающие ферменты. Затем антагонисты рецепторов ангиотензина-2, бета-блокаторы, и не так давно включена новая группа препаратов, сокращенно это ARNI, это ангиотензиновых рецепторов и непрелизина-ингибиторы. Это комбинированные препараты, так называемый единый надмолекулярный комплекс, который включает в себя два препарата. Это Волсартан, блокада ангиотензина-альдостероновой системы, и ингибитор непрелизина-сокубитрил, препарат, который действует в основном как антипролиферативное, диуретическое и вазодилатирующее действие оказывает препарат. Название этого препарата Юпериа. Кроме этого, применяется Ивабродин, антагонисты минералокортикоидных рецепторов, и это основные группы лекарственных препаратов. Когда мы говорим о ведении пациентов с сохраненной фракцией выброса, это в основном пожилые пациенты, то основное – это выявление и коррекция всех факторов заболевания. Это эффективный контроль артериального давления, лечение ишемической болезни сердца, нормализация массы тела, коррекция гликемии и умеренные аэробные физические нагрузки. Хотелось бы остановиться коротко на группе препаратов. Ингибиторы ангиотензин превращающего фермента в основном показаны в связи с тем, что улучшают функциональный статус пациентов и уменьшают риск госпитализации. По степени положительного влияния на гипертрофию левого желудочка, на выраженность фиброза, антагонисты рецепторов ангиотензина-2 не выступают ингибиторам АПФ и в некоторой ситуации превосходят. Бета-блокаторы могут быть назначены больным с сохраненным фракцией выброса с целью как уменьшения частоты сердечных сокращений, так и уменьшения жесткости камер левого желудочка. Антагонисты минералокортикоидных рецепторов используются у данной группы больных как калийсберегающие диуретики и оказывающие антифибротическое действие. Диуретики могут быть назначены в случае задержки жидкости в организме и в основном, конечно, предпочтение отдается препарату Торосимид, который наряду с тем, что обладает длительным действием, у него меньше, чем у Форосимида, выражено калийсберегическое действие и что особенно важно для таких пациентов, обладает антифибротическим влиянием на миокард. Сердечные гликозиды. Мы знаем, что доказаны их действия у пациентов с низкой фракцией выброса, но и с сохраненной также может быть полезны, особенно если есть сопутствующая фибрилляция предсердия. Причем субанализ исследования, которое проводилось по применению сердечных гликозидов у пациентов с сохраненной фракцией выброса, показал, что даже при низких концентрациях препаратов в плазме крови отмечается достоверное снижение риска смерти и госпитализации. Что касается препарата ARNI, который доказал превосходство над ингибиторами АПФ при сниженной фракции выброса, то здесь тоже назначение данных препаратов является перспективным. Учитывается только то, что пожилым пациентам назначается минимальная доза, это 50 мг два раза в сутки. И о чем говорила Светлана Владимировна, очень часто пожилые пациенты принимают нестероидные и противовоспалительные, и вот здесь нарушается функция почек при комбинации данных препаратов. Несколько слов о лечении больных с сохраненной фракцией выброса в особых группах. Первое, это что мне хотелось остановиться, пациенты с фибрилляцией предсердий. Сама по себе фибрилляция предсердий может быть предиктором смертности у больных с сердечной недостаточностью, а сердечная недостаточность – фактором риска развития инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий. И здесь вы видите также высокий риск кровотечения, когда у пациента с сердечной недостаточности и у них есть фибрилляция предсердия. Причем чем выше функциональный класс сердечной недостаточности, тем выше риск развития кровотечения. Различные исследования в прошлые годы показали, что частота инсульта за год у больных с сердечной недостаточностью выше, чем выше функциональный класс сердечной недостаточности. Это ранее проводимые исследования. Не так давно было опубликовано исследование, которое также показало высокую частоту инсульта у пациентов с третьим-четвертым функциональным классом. Наличие фибрилляции предсердия у больных с сердечной недостаточности повышает риск смерти от различных сердечно-сосудистых причин. Назначение препаратов. Если имеется клапанный порог, то основной препарат, который назначают таким больным, это варфарин. Если не клапанная фибрилляция предсердия, то рекомендованы новые оральные антикоагулянты, имеющие преимущество перед варфарином, в основном за предсказуемый результат, отсутствие необходимого мониторинга и низкую вероятность взаимодействия с другими лекарственными препаратами. Когда определяется у таких пациентов риск развития инсульта и системных тромбоэмболий, то существует такая таблица. Здесь хочу обратить внимание, что возраст больных 65-74 – 1 балл добавляет, а возраст 75 лет и старше добавляет 2 балла, то есть повышается риск развития инсульта. То же самое касается и риска развития кровотечения. Пожилые люди, старше 65 лет, или здесь может быть неудачный перевод, это в основном старческая остыня имеется в виду, также добавляют вклад в развитие риска кровотечения. Особенности ведения пациентов сердечной недостаточности и фибрилляция предсердий – это выявить те факторы, которые можно коррегировать. Это артериальная гипертония, инфекция дыхательных путей и так далее. Необходимо также оценить риск инсульта и развитие кровотечения. Вторая группа, на которой мне хотелось бы остановиться, это пациенты с сохраненной фракцией выброса, пациенты с сердечной недостаточностью и с сахарным диабетом. Сочетание двух этих состояний усугубляет неблагоприятный прогноз. Вот здесь отмечено, что по различным данным в 2-5 раз повышает риск развития сердечной недостаточности, наличие фибрилляции предсердий у пациентов и сахарный диабет. А также повышается вероятность смертности и смертность от не только сердечной недостаточности, но и других причин. Препараты первой линии лечения таких больных – это метформин. Но недавно завершились исследования, которые показали, что применение ингибитора натризависимого переносчика глюкозы второго типа или, как они называются, CGLT2 у больных с сахарным диабетом и сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывает положительный эффект, уменьшая госпитализацию больных с сердечной недостаточностью и снижая сердечно-сосудистую смертность. Здесь показаны механизмы действия, эффекты действия данной группы препаратов и то, что я говорила, предотвращение риска развития сердечной недостаточности, в том числе у пациентов с сахарным диабетом. Хотя сейчас появляется работа, что и без сахарного диабета назначение этих препаратов также оказывает положительное действие. Четыре исследования по изучению сердечно-сосудистой безопасности данных групп препаратов проводились в различных странах и доказали свое преимущество. Что здесь следует отметить? Это то, что широкий спектр положительных эффектов – это снижение большой сердечно-сосудистых исходов, общей смертности и госпитализация по поводу сердечной недостаточности. Одно из исследований показало, что снижается сердечно-сосудистый риск и госпитализация у больных с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также довольно интересное исследование показало увеличение продолжительности жизни по сравнению с плацебо. Эта средняя выживаемость увеличилась на 2,5 года для 60-летних пациентов. То есть оправдано назначение этой группы. В 2019 году европейские рекомендации – диабет, преддиабет и сердечно-сосудистые заболевания. Вы видите, эта группа занимает первое место как сахароснижающие препараты лечения вместе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не так давно опубликовано мнение экспертов, которые сравнивали ранее назначенные это обычная последовательность терапии пациентов сердечно-недостаточности, назначение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензима-2, затем бета-блокаторы, антагонисты минералокортикоидных рецепторов, ARNI и уже затем ингибиторы CGLT-2. Предлагается новая схема. Первый шаг – это бета-блокаторы уже в комбинации с этой группой препаратов. Однако в рекомендациях еще четкого определения нет. Третья группа, на которую мне бы хотелось остановиться – это сочетание сердечной недостаточности и больных с ишемической болезнью сердца. В 2018 году опубликованы европейские рекомендации, так называемый бриллиантовый подход к персонализации терапии стенокардии в зависимости от сопутствующих заболеваний. И, как здесь этот фрагмент, вы видите, сердечная недостаточность. Можно совмещать с нитратами, триметазидином. Положительно и рекомендуется сочетание с бета-блокаторами, ингибиторами АПФ и вабродином. И нежелательно сочетание с веропамилом, дилтиаземом и дегидроперидиновыми антагонистами кальция за исключением амлодипина. Следует сказать, что при коронавирусной инфекции возникают две проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой. Это развитие аритмии и сердечной недостаточности, которые могут быть вызваны как воздействием вируса, так и побочным действием лекарственных препаратов, которые применяются. Здесь исследования приводятся в рекомендации по диагностике лечению болезней системы кровообращения в контексте эпидемии коронавирусной инфекции, которые были опубликованы в 2020 году. И показано, что в Китае сердечная недостаточность наблюдалась у 23% госпитализированных пациентов. И, конечно, чаще у пациента с летальным исходом. В Америке клинически выраженную сердечную недостаточность имели 40%, у 67% в дальнейшем требовалась потребность вазопрессорной поддержки и потребность в ИВЛ. Также у нас в этих же рекомендациях указано, что необходимо продолжить все те препараты, которые пациенты принимали по назначению врача. И если вы помните, вначале были такие работы о том, что нежелательно применять инвибиторы АПФ, но нет доказательств о рисках применения этих препаратов. Поэтому не обоснована отмена базисной терапии. И сейчас, конечно, назначение антикоагулянтов никого сомнений не вызывает, но еще нет четких показаний к назначению и дозам этих препаратов. И в заключение мне хотелось сказать, что как и в других возрастных группах, у пациентов пожилого и старческого возраста, фармакотерапия должна обеспечивать надежный и безопасный контроль. То есть ключевым принципом фармакотерапии это начало терапии с малых доз с последующим медленным увеличением дозы в случае недостаточного терапевтического эффекта. И ни возраст, ни финансовые затраты не должны быть препятствия для эффективного лечения пожилых пациентов, в том числе и сердечной недостаточности. Спасибо за внимание.